Камин В теории описывается, что Вы сюда накладываете дрова И по мере прогорания они постепенно Постепенно опускаются вниз Ну и плюс эффект, который я понимаю, что должен быть Если человек сидит со стороны камер Где вы сейчас находитесь То отражение инфракрасных лучей Должно быть на вас То есть обогревать должно человека, который сидит перед костром С той стороны Больше, чем если бы этой стеночки не было Сейчас я забываю направляющие Хотя скорее всего мне их придется Чем-нибудь подпереть, чтобы они не упали У меня на горение костра В общем, посмотрим по ходу Использую такое вот полено И забиваем С одной стороны палка заострена С другой стороны, нет Вот так, вроде Не должно упасть В общем, сейчас посмотрим Значит, для этого костра необходимы ровные поленья Но здесь не совсем ровные Чтобы они просто куча туда не свалились И желательно их очистить от разных сучков Если у вас, ну то есть, понятно, что простые, тонкие Можно ломать таким образом То есть это не проблема никакая А вот какие-то потолще Ну, можно, если топора нет Мачету жалко там, либо что-то Просто отламывать вот таким вот образом Просто вносить по ним удары И отламывать Это будет у нас основной костерок Отмеряем длину То есть Ну, трухляво немного ветки Сойдет Посмотрим, как оно работает Нам главное увидеть суть Работает или нет Опять же, вот берем с запасом с легким Даже, наверное, лучше эту сторону взять Она потолще Вот это пойдет в основной костер Это пойдет сверху Так что выбираем ветки с меньшим количеством сучков Если есть сучки, просто их обламываем И укладываем стеночку Вот сейчас видим Стеночка расползла Значит, нужно ее немножечко переукомплектовать Я так думаю, что, наверное, по мере прогорания Все равно эта стенка может завалиться Поскольку те ветки, например, которые сучками Все-таки небольшими удерживали всю эту конструкцию Они могут просто поехать Обгореть и поехать со всей конструкцией вниз Возможно, нужно было вкладывать палки Направляющие под более острым углом к земле То есть более горизонтальной плоскости Ну, попробуем, так получится Толстые надо было вниз В общем, сейчас будем смотреть Будет видно Если что, подправим по ходу дела В общем, как бы Смысл основной костра в том, что Во-первых, на вас отражается тепло Во-вторых, вам не нужно постоянно подбрасывать Ветки в костер Поскольку они сами должны опускаться вниз Ну, посмотрим опять, что получится Расчистили специально площадку Здесь положили дерн сбоку Опять же, чтобы после того, как костер сгорел Его потушить водой И поставить дерн обратно Чтобы не образовалось костровище лишнее Чтобы не портить вид мокрой воды Все, сейчас сжигаем костер И будем проверять, как он работает Костровище лишнее Костровище лишнее Костровище лишнее Костровище лишнее В общем, образовались угли Уже нормально разгорелся костер То есть, хотя и палочки тонкие Но тут почти в палец уже есть Толщиной Значит, смещаем все в эту сторону И подбрасываем еще палок Уже поверх Пускай поджигают Нижние ветки Костер разгорелся Видим, хорошо Занялись эти дрова Забор пока не сильно горит То есть, вот эта вот ограда Вижу, только загорелась нижняя самая ветка Вот здесь вот она Загорелась вот эта вот ветка Выше пока не взялось Вот, можно даже отсюда, наверное, будет хорошо видно Вот видим, вот эта вот ветка горит Посмотрим, как она будет распространяться наверх И будет ли Будет ли гореть вся ограда Либо же будет прогорать нижняя часть И все это сверху будет опускаться вниз Но, как видим Палки достаточно длинные И, возможно, вот эти вот части не будут гореть По тем даже причинам, что Дрова здесь неровные И расстояние между соседними дровами Достаточно большое для того, чтобы поддерживать Достаточно жар, чтобы друг друга греть И гореть Ну-ка, смотрим Вот уже загорелась И вижу следующая ветка Которая находится выше На заборе Ну, по ходу будем разбираться Все-таки решили подкинуть еще немножечко дров Подкинули их Параллельно всем палкам остальным Так они будут дольше прогорать И дадут больше жара Чтобы поджечь верхние части Костер здесь, вот на этом расстоянии Вот с ними где я нахожусь Вот совсем недалеко от костра Очень жаркий Ну, во-первых, по той причине, что на меня ветер Вот, так как-то не рассчитали Надо было немножко, наверное, сбоку становиться Но даже когда ветра нет Оттуда такой сильный жар Стенка поднимается Видим, как загорается она, да? То есть вот уже горит вот эта вот палка То есть и поднимается выше-выше Но пока я не вижу, чтобы костер То есть програли нижние ветки И все это дело опускалось Пока оно загорается вверх Только за счет нижнего жара За счет вот этих вот углей Ну, посмотрим, как оно будет Наверное, надо было взять ветки потоньше Потому что у нас времени где-то час осталось У нас уже будет уходить до транспорта Чтобы успеть В общем, будем видеть Прогореть, не прогореть Пока он не опустился ни на одну ветку вниз То есть пока... А, вот, проседает Только что просел чуть-чуть Надеюсь, что оно не обвалится все Потому что, возможно, сейчас бумс И все завалится сверху вниз Ну, наверное, все-таки надо было поставить Вот эти направляющие палки Под более горизонтальным углом Поскольку ветки совсем не прямые И могут просто обвалиться Скатиться друг по другу Но пока все нормально Жара много, очень много Ты как, согрелась вообще? У меня же телефон поплавит Стенка проседает Вот даже видим, на глазах прямо Вот сейчас немножко ждем По частям вот этот Чуть ниже правый блок Левый блок И постепенно ниже, ниже, ниже опускается Все-таки дрова прогорает снизу Во-во-во Даже сейчас видим, как сдвигается верхняя часть Во! Видно, да? Сдвигается Все ниже, 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 ниже О, сейчас развалится Ой, развалится Ну, по крайней мере Не развалилась целиком Смотрим дальше Прогорает опять же Вот эти вот поления Которые были Из которых состоял забор И эти палки все ниже и ниже опускаются Ну и в принципе видим Сейчас раз, завалилась Эти палки опустились В общем-то Как было написано в теории В литературе В общем-то так оно и работает Хотя я думал, что он загорится весь Но возможно не загорается он весь Именно по той причине, что Между палками достаточно большой зазор Да и неудобно перебрасываться огню Снизу наверх То есть в принципе Это то, что по теории Сейчас работает на практике Был забор где-то вот так вот Ушел вниз уже наполовину Жар от него сильный Поскольку отражение идет Ну и плюс часть забора снизу горит То есть дает такой вот жар Такой поверхностью большой Кроме того, что перед ним горит Костер и много углей Посмотрим, чем все дело закончится Вот костер горит уже полчаса Достаточно быстро прогорел Минут 10 назад он стал То есть его интенсивность уменьшилась Вот примерно вот так он горит уже минут 10 Заборчик постепенно сползает Ниже, ниже, ниже В принципе ничего сильно не рассыпалось То есть парочку там бревен скатилось Ну это, если это можно назвать бревнами Хворост, скажем так Скатилось в костер сразу Ну забор достаточно равномерно Начал опускаться дальше Все ниже, ниже, ниже В принципе для костра Ой, для ночного отдыха Там В осенний, либо в весенний период Когда еще прохладно Такой костер, думаю, будет нормальный То есть вместо того, чтобы подбрасывать ветки Параллельно друг к другу, чтобы они медленно сгорали Мы просто их кладем на вот такие две направляющие И они постепенно опускаются Опускаются, опускаются Там через минут 40-50 Через час вы подмерзли Немножечко проснулись опять Положили какие-нибудь веточки Начался, костер начал разогреваться Положили поверх опять заборчик Опять легли и там еще снова час поспали То есть за ночь вам придется подняться, ну раз в восемь Вот Если же вы будете полить обычный костер с тонкими дровами То придется постоянно его подбрасывать, подбрасывать, подбрасывать Либо необходимо будет иметь большое количество бревен Для того, чтобы их накидать просто параллельно друг к другу Для того, чтобы они горели Такой вариант, как мне кажется В условиях с мягкой почвы, где легко вставить направляющие Вполне пригодный для ночного отдыха Ну и либо для посиделок у костра Когда все размещаются с одной стороны Для того, чтобы максимально получить тепло от костра Именно благодаря вот этой вот стенке, которая частично отражает тепло Частично сама его дает при загорании Прошло 45 минут примерно Костер догорает, весь забор ушел вниз То есть вначале мы разожгли костер Еще подбросили параллельно ветки Чтобы было больше углей непосредственно возле стенки И вот вся стенка дальше без всякого нашего внимания Ну скажем так, не внимания, без нашего вмешательства Ушла вниз и плавно сгорела Медленно-медленно опускаясь По вот этим вот направляющим Несмотря на то, что дрова были кривые Они не обрушились в костер И сгорели в принципе нормально Видим, догорают вот эти вот края Если дрова оказались слишком длинные То есть а костер где-то был здесь То остаются вот такие вот фрагменты То есть вот фрагмент остался Вот, то есть которые не обгорели Дальше, если вы, например, спите возле костра Либо просто находитесь и вам необходимо костер дальше прожечь Снова укладываем ряд относительно прямых палок сюда на стеночку И просто вот эти вот фрагменты подбрасываем обратно в костер Для того, чтобы быстрее все это дело занялось И спокойненько сидим, либо лежим и греемся Думаю, такой вариант, как я уже сказал Неплохой для сна Поскольку вам не придется постоянно подбрасывать ветки Но с другой стороны он достаточно быстро прорагает Поэтому если у вас будут вот такие вот тонкие ветки, как у нас То подбрасывать их придется, ну, где-то, наверное, раз в час То есть оставшиеся вот сейчас угли Они тоже хорошо греют То есть можно за счет этих углей греться Но все же уже это немножечко не то Как если бы горел костер полноценный Вот, поэтому для сна, по-моему, как по мне, это самое то Важно выбирать вот такие вот направляющие Чтобы они были, то есть зеленые Это мы взяли, опять же, чумак Потому что чумак обладает, во-первых, гладкой корой По нему ветки спокойно съезжают вниз Во-вторых, его очень много Это у нас, можно сказать, сорняк От него люди не могут избавиться Поэтому его не жалко использовать для таких целей И, в принципе, ломается То есть если у вас есть мачетка, либо топор Вообще без проблем Опять же, берем его потолще Поскольку если направляющие будут тонкие То они очень быстро прогорят Сейчас, подойди, покажи Вот сблизи Вот сбоку, сбоку, сбоку Покажи, насколько он прогорел То есть почти не прогорело Ну, может, там где-то четверть вот этой вот палки ушло Ну, тут то же самое То есть почти вся толщина осталась Я думаю, что еще, если бы заборчик атак вот два-три Оно выдержало бы, то есть не прогорело бы Ну, опять же, повторюсь Палки должны быть зеленые и толстые А на сегодня все Со всеми прощаемся До скорых встреч Пока-пока Ну, и сейчас будем убирать за собой То есть не оставляем поляну в таком состоянии В коем случае И вам тоже не советуем Обязательно поливаем все это дело Неоднократно, чтобы нигде никакого дымка не было Чтобы угли были сухие, говорю Охлажденные, мокрые Вот, затушили костер полноценно Нигде ничего не дымится Пар нигде не идет Угли охладились Направляющие убираем Разбросаем Сделаем травки хорошо Сделаем ей удобрение здесь Вот И теперь укладываем обратно Дерн Дерн, конечно, тут получился такой Не очень хороший Больше сухая трава какая-то Все рассыпается Вон как рассыпается Сина рассыпается Опа Укладываем по всей площади Как брали, так и укладываем А то место, где у нас лежал дерн Видим, тут у нас землей Сина выделяется Можно просто притрусить листьями Земля немножко подсохнет И вообще не будет видна Ну и так для красоты Маленький штрих Все Сейчас немножечко все это дело подсохнет И как будто у нас здесь и не было Немножечко в сторону Вот сюда Под дерево поставим Чтобы она не так сильно намокала И если кому-то понадобится Разжигать костер То может быть Может этими дровами Воспользоваться Все Мусор за собой не оставляем Ну а теперь уже точно Всем пока До скорых встреч Удачи Субтитры сделал DimaTorzok